Микс Ньюс. Расстояние не имеет значения. Мне где-то еще минут семь надо для того, чтобы добраться до дома. Радио не мешают границы. Те преобразования позитивные, экономический рост, улучшение уровня жизни. Все происходило во время моего премьерства. Самые откровенные мысли. Если я добрый человек, предположим, это другим судить, то от того, что я говорю, что у меня нет души в религиозном смысле, я не перестаю быть добрым. Только на Радио Болтком. Программа «Абонент доступен». Участие слушателей обязательно. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент доступен». В студии работает Вадим Родионов. Сегодня я проведу эфир один. Моя коллега Анна Смирнова заболела. Она обещала быть завтра. Надеемся, что так и произойдет. И сегодня мы будем говорить о химии. У нас на прямой связи по скайпу из Москвы. Российский химик Александр Кочетков. Здравствуйте, Александр. 6212-93-9 и 6213-93-9. Телефоны прямого эфира в нашей студии. Звоните. Также пишите нам в WhatsApp 2306191. Напомню, что у нас на прямой связи Александр Кочетков. Он является не только химиком, но и телеведущим. Ведет программу «Наука есть» на телеканале «Наука 2.0». Александр, давайте начнем с актуального вопроса. Это вручение Нобелевской премии по химии. Как раз Нобелевку дали химикам, которые работали над литий-ионными батареями. Вот на ваш взгляд, насколько справедливое это решение Нобелевского комитета, учитывая, что эти разработки еще были начаты в 70-е. А, собственно, та литий-ионная батарея, которая сейчас распространена, она была в 1991 году, если не ошибаюсь, а киросина разработана. Вот не запоздала ли Нобелевская премия, как считаете? Мне кажется, совершенно не запоздало. Давайте посмотрим на нас в последневной жизни и аккумуляторы, которые мы используем, любые электроприборы, они в основе своей литий-ионных батареи. И это разработка больше 30 лет, после первого года. Да, Александр, мы вас очень плохо слышим. Можете ли вы... Вот так лучше? Да, мы слышим вас лучше. Отлично, извиняюсь. Так вот, на мой взгляд, совершенно актуальна Нобелевская премия, потому что, если мы посмотрим вокруг нас, мы увидим, что мы каждый день пользуемся литий-ионными аккумуляторами, и без их открытия наша прямая связь не была бы возможной. Или была бы возможна с гораздо большими трудностями. Поэтому их вклад вообще в науку и технический прогресс неоценим. На ваш взгляд, как будут развиваться эти технологии? Потому что, ну, мечта человечества создать такую батарейку, которая бы не садилась. Ну, пока, в общем, не получается. Ну, с 91-го года по сей день, честно сказать, технология разработки литий-ионных аккумуляторов, она не сильно скакнула вперед. Да, естественно, происходят какие-то совершенствования в этой области, но, тем не менее, принцип тот же, и емкость удалось повысить, но не на то, чтобы прям очень большое количество ампер-час, миллиампер-час. И сейчас ведутся разработки по созданию новых типов аккумуляторов, не только на литий-ионных, но и кремниевых. Вот в конце этого года, если не ошибаюсь, в начале следующего, компания Tesla, собственно, проводит исследования и обещает выпустить аккумулятор на основе кремниевых аккумуляторов, которые должны потреблять, скажем так, меньше ресурсов и давать больше энергии хранить. Вот сегодня мы сталкиваемся с проблемой, что наши смартфоны нуждаются в подзарядке примерно раз в сутки. То есть нельзя, чтобы, как на старой Nokia кнопочной, которая у меня была, что на неделю практически не требовала подзарядки. Ну, понятно, что много приложений, большой расход энергии, но в этом смысле пока еще мы не шагнули далеко вперед, мы не можем еще сделать такую батарейку, которая бы держала долго, я так понимаю. Нет, сейчас вся фишка в том, что аккумуляторы и вообще энергоресурс в телефонах это чуть ли не самое важное, на что смотрят пользователи телефонов и любых электродевайсов. И ученые и разработчики стараются увеличить энергоемкость, в то же время уменьшить энергозатраты всех приложений и телефонов, но тем не менее камень преткновения здесь в том, что когда, ну, если создавать телефон с большей емкостью, аккумулятор будет весить гораздо больше. А ведь еще один фактор, к которому стремятся производители, это уменьшение веса смартфонов, ноутбуков, вообще любых электродевайсов. Соответственно, вот здесь они ищут такой баланс, но поскольку идут разработки в области совершенно иных по принципу действий, точнее, иных по химическому действию, скажем так, аккумуляторов, то есть возможность совершенно немалая, что у нас в будущем будут телефоны, которые будут держать зарядку гораздо дольше и заряжаться гораздо быстрее. Но просто сейчас проблема в том, что, например, та же мгновенная зарядка, которая сейчас есть и так рекламируется, она дает очень мало напряжения и может заряжать, ну, очень-очень простые девайсы, скажем так. А сложные или большие, здесь есть небольшие, скажем так, недочеты в этой технологии пока что, но они работают. С какой главной проблемой сейчас сталкиваются химики, решая эту задачу? То есть вы сказали о том, что для того, чтобы батарейка держала долго, необходим большой вес. Кроме этого, есть еще проблема, которую пока не могут решить? Ну, вот, что касается проблемы, например, того же кремниевого аккумулятора, разработки которого сейчас ведутся, это проблема заключается в том, что, например, как работает обычный литий-ионный аккумулятор. У нас есть графитовый анод и литий-кобальтооксидный анод. И у нас заряд, соответственно, при разряде качует от анода к катоду и, соответственно, при заряде от катода к аноду. И когда у нас ионы лития встраиваются в графит, в эту структуру, в решетку графита, у нас графит немного, скажем так, меняет свою форму, если можно так сказать. И цикл вот этой зарядки-разрядки может доходить до нескольких тысяч. Мы можем заряжать и разряжать аккумулятор. Тогда как кремний может держать на себе больше ионов лития, то есть хранить больше заряд. Но, тем не менее, вот этот процесс хранения в себе и разрядки ионов лития, он очень вреден для кремния, что он начинает менять свою форму гораздо быстрее, что приводит к уменьшению количества циклов заряда. И вот сейчас разработки как раз-таки такие, чтобы позволить тому аноду, который будет хранить в себе литиевые ионы, позволить ему сохранять свою форму как можно дольше на большее количество циклов. На ваш взгляд, в этом смысле, каков потенциал аккумуляторов, батарей? Потому что много говорят сейчас об электромобилях, которые, если не приходят на смену традиционному виду транспорта с двигателем внутреннего сгорания, то, тем не менее, уже занимают свое место под солнцем. Вот на ваш взгляд, насколько это перспективная история? С точки зрения экологии, скажем так, это очень перспективная история. С точки зрения технологий, которые сейчас разрабатываются, с ними мильными шагами скачут вперед, это тоже перспективная история. Просто нужно немножко подождать, чтобы эти технологии достигли, скажем так, того уровня развития, чтобы они были доступны всем, и они были технически приспосабливаемы для использования нами в повседневной среде. Те же электромобили. Но пока же технически это очень сложно сделать. Вот как раз противники электромобилей приводят такой аргумент, что утилизация аккумуляторов является крайне неэкологичной историей и, соответственно, плохо влияет на экологию. И таким образом, та идея, что электромобили не загрязняют окружающую среду, она девальвируется. Не согласны с этим? Ну, здесь все зависит от людей, которые используют и утилизируют непосредственно аккумуляторы и батарейки, потому что вот сейчас, последнее десятилетие, на радость всем, я очень радуюсь, появилось большое количество пунктов сбора батареек и аккумуляторов, и там уже соответствующие фирмы забирают и утилизируют правильным образом все эти устройства. Если взять батарейку-то уже или аккумулятор электромобиля выбросить куда-нибудь подальше, поглубже, то со временем из-за процесса коррозии, внешней оболочки, из-за того, что туда будет попадать кислород и вода, возможно, даже невозможно, а будет загрязнение. И таким образом, для того, чтобы эту проблему избежать, нужно как можно жестче регулировать утилизацию всех аккумуляторов, батареек, и сейчас этим занимаются. Но если, скажем так, пересчитать на обычные реалии, то массовое количество автомобилей, двигателей внутреннего сгорания, оно загрязняет атмосферу гораздо больше, чем тот же гипотетический аккумулятор, выброшенный куда-нибудь в лес. Хотя, если этим заниматься, то никаких проблем совершенно не будет. И это будет гораздо выгоднее экологически. Грета Тунберг, которая выступила в ООН, шведская школьника, резонансная история, она обратила внимание на проблемы экологии, ну, стала таким своего рода мемом уже, потому что это как вирусное видео разлетелось, но, тем не менее, действительно, многие задумались на тему экологии. И как раз вопрос к химикам. Насколько химия сегодня, современная химия, в общем, ориентирована на то, чтобы быть с точки зрения экологии такой благоприятной наукой? Ну, химия всегда, скажем так, и ученые, которые работают над теми или иными разработками, они всегда задумывались о том, насколько их разработки вредят, насколько сильно их разработки вредят экологической обстановке вообще в целом. Но, как это бывает, к сожалению, иногда для достижения прогресса какого-либо технического, я не говорю сейчас, а раньше уж точно, нужно было использовать какие-то не самые полезные для экологической обстановки вещества, которые потом заменялись на более полезные. И сейчас химическая технология и химия в целом стремятся к тому, чтобы экологическую обстановку поддерживать, улучшать. Но здесь, смотрите, существует же огромное количество химических отраслей и разных химических производств. Тот же пластик, который сейчас очень-очень, ну, создает большую проблему глобальную в экологическом смысле. И те же производства других любых химикатов и сливы их в реке. Здесь по многому это упирается в человеческую сознательность. И если люди, те, кто владеет этими заводами, производствами, они могут потратить побольше денег, но сделать так, что их отход будет утилизироваться правильным образом. Ну, и часто такое не делается, часто под шмок что-то может слиться куда-то. Если это не заметят, то так и надо, скажут они. А если это заметят, скажут, окей, в следующий раз будем по-другому. Это все упирается в человеческую сознательность. Тогда как, потратив определенные средства, можно сделать почти любое производство экологически чистым, скажем так. Ваша специализация, видите, переработка пластмасс и композитов. Да, точно. То есть, вы как раз в теме в этом смысле. С какими проблемами, кстати, приходится сталкиваться при переработке пластика? С тем, что вот именно в процессе переработки может выделяться относительно других химических производств. Именно в процессе переработки полимеров выделяется не такое большое количество вредных веществ, тогда как при утилизации пластика и при его вторичной переработке уже есть риск того, что экологическая обстановка будет нарушена. И, ну да, самая большая проблема сейчас в полимерной технологии это утилизация вообще вторичного сырья, это утилизация пластикового мусора, пластмасса. Вообще в целом это большая проблема. Сейчас мы сделаем небольшой перерыв, буквально на несколько минут, потом вернемся и продолжим. Химик и телеведущий Александр Кочетков у нас на прямой связи. Оставайтесь с нами. Микс Ньюс. Мы продолжаем. Это программа «Абонент доступен». Меня зовут Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. У нас на прямой связи российский химик и телеведущий Александр Кочетков. Здравствуйте, Александр, еще раз. Здравствуйте. Телефоны прямого эфира в нашей студии 672-12-93-9, 672-13-93-9. Звоните, также пишите нам в WhatsApp 2306191. Можно также оставлять в Facebook свои вопросы на моей страничке. Вадим Родионов, латинца Родионов. Через «А» у нас радиослушатель на линии. Здравствуйте. Как вас зовут? Добрый, Константин. Да, задавайте вопрос. У меня вопрос немножко профессионально-академический. Отличие западного, ну скажем так, цивилизационного мышления от «Совкового» – это поощрение и наказание. «Совковое мышление», которое до сих пор просветает на территории Совершего СССР, особенно в Латвии, это наказывать, заштрафовать, за всякие нарушения и так далее. Даже за раздельную сборку мусора у нас, для заразделения, идет повышенный тариф. Да, задавайте вопрос, пожалуйста, чтобы гость ответил. Да, не надо меня перебивать, Вадим. Да, задавайте вопрос, пожалуйста, или это не программа для реплик. Вы будете спрашивать или будете высказываться? Да, я буду спрашивать. Да, тогда задавайте вопрос, пожалуйста. Значит, в Германии вопрос решился проще. Там платят за мусор, если ты сдаешь раздельно алюминий, пластмассу и так далее. Вопрос следующий – как внести изменения в сознание госуправления, чтобы перестали думать «Совково», а начали думать «Совково», а начали думать «Совково». Да. Спасибо, кстати, вопрос понятен, но здесь, к сожалению, во многом проблема решит время, потому что сейчас уже тенденции есть такие, что молодежь в своем сознании уже понимает, насколько это опасно и насколько это плохо, скажем так, не разделять мусор, бросать батарейки, куда попало. И вот экологическое просвещение, ну, во-первых, начинать нужно с экологического просвещения людей с маленького возраста, рассказываем все по полочкам, почему нужно выбрасывать батарейки, почему нужно разделять мусор, почему нельзя выбрасывать любой, какой тип мусора мимо урны, почему вот такие маленькие экологические моменты для детей, все с этого начинается. А для взрослых, вот, например, хороший пример с Германии привели. Там есть, насколько я знаю, в локальных супермаркетах система даже некоторых поощрений. Если вы сдаете туда специальный автомат какие-либо алюминиевые отходы или пластиковые отходы, вы получаете там купон на скидку или купон на какое-то количество евроцентов на покупку в этом супермаркете чего-либо. В России, например, пока что такого почти что нет, можно сказать, нет на общем фоне. И в сознании людей во многом, к сожалению, есть такая вещь, что, ну, вот выброшу я один раз, ну, ничего не будет. А если так подумают каждый, то в итоге мы получим гораздо больше мусора на улице, чем, в общем, можно представить. Вы занимаетесь в том числе и просветительской деятельностью. Вот, на ваш взгляд, меняется ситуация, меняется культура поведения в этом смысле? Меняется, меняется. Безусловно, меняется. И это очень приятно видеть, потому что родители молодые сейчас, которым лет, может быть, 30, у которых дети там 7-8 летние, они начинают своим детям прививать какие-то базовые навыки, во-первых, познания этого мира, ну, то есть давать какой-то, естественно, научный базис и учить детей, как правильно, ну, то есть подходить к делу осознанно. Почему нужно это делать, а почему это делать не нужно? Я часто такое наблюдаю, вот, в Москве, по крайней мере, и радуюсь. Раньше такого было меньше, и сейчас люди стали несколько сознательнее в этом смысле, что очень приятно. Еще звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, Александр. Да, давайте вопрос. Скажите, пожалуйста, вот как вы совмещаете? Вы и химик, и телеведущий. Вот у нас как-то радиоведущие химиками не являются. Спасибо. Интересный вопрос, спасибо. Ну, так получилось, что за время учебы в аспирантуре, когда у меня было время, я посвящал свое свободное время, помимо исследований, такому хобби и работе, как работа на телевидении. Мне это нравилось, и если говорить, ну, сейчас я пока что не снимаю, сейчас я посвящаю себя просветительской деятельности, помимо какой-то ученой деятельности. То есть учу детей, и зато провожу какие-то исследования. Еще звонок у нас много радиослушателей на линии. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, Сергей. Да, Сергей, слушаем вас. Вопрос к Александру. В свое время, какое-то время назад, очень большие надежды возлагались на технологию кипящего слоя. Считалось, что можно будет там в котел загрузить покрошенный самолет и получить раздельно по слоям титан, алюминий, свинец, все по отдельности. Что сейчас об этой технологии говорится? Да, спасибо. Мне кажется, что такая технология, спасибо большое за вопрос, такая технология, она применима далеко не ко всем видам мусора, а только к тем, которые способны при кипении разделяться на разные по плотности фазы, чтобы их можно было легко разобрать. Например, вот такая технология, ну, не очень подойдет для пластика, насколько я могу судить. И, возможно, для разделения каких-либо металлов это будет актуально. Честно говоря, я не очень много знаю про эту технологию, но касаемо многих видов мусора и отходов, как пластика, например, я думаю, что это не везде будет актуально. Ну, и это может быть энергозатратно очень сильно. Еще звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, Олег. Да, Олег, слушай. Просто такое. Скажите, пожалуйста, а почему не развиваются водородные двигатели? Ведь это же намного перспективнее, экологически чисто. Да, спасибо вам. Спасибо большое за вопрос. Насколько я знаю, насколько я могу судить, эта технология достаточно дорогостоящая сейчас, то есть в дальнейшем совершенно возможно, что такие двигатели будут производиться и будут в массовом использовании, но сейчас просто это, как и многие другие технологии, которые облегчат нам жизнь, они требуют серьезных доработок для того, чтобы не было никаких опасностей или чтобы агрегат быстро не выходил из строя, насколько я могу судить. То есть вопрос пока упирается в деньги, по большому счету? Во время и деньги, то есть в исследование, чтобы сделать эту технологию как можно более стабильной и доступной для всех. 672-12-93-9 и 672-13-93-9, телефоны прямого эфира у нас на прямой связи российский химик Александр Кочетков. Вы также можете писать нам в WhatsApp 2-3-0-6-1-9-1. И в Фейсбуке также задавайте вопросы на моей страничке Вадим Родионов, латинцы Родионов-Черезян. Вот, кстати, когда говорят о физике в последнее время, ну не в последнее время, но в последние десятилетия часто говорят о квантовой физике, но ведь есть и направление квантовая химия, это тоже очень интересно, как мне кажется. Вот насколько это перспективно, насколько квантовая химия сегодня является такой передовой наукой? Ну вообще все квантовые дисциплины, они, скажем, вся квантовая физика, квантовая химия – это такие направления, которые основываются на квантовой механике, то есть на тех взаимодействиях квантового уровня, скажем так. И тогда на этих величинах происходят уже совершенно другие, в отличие от личной от нашего понимания физических процессов нашего мира, в квантовом мире происходят совершенно другие процессы, то есть куда более сложные и непредсказуемые. И когда сейчас ведутся разработки, например, по созданию квантовых суперкомпьютеров, которые будут способны вычислять огромное количество итераций в секунду, и вместить в этот компьютер можно будет, скажем так, всю структуру человеческого мозга, то есть все сложное сплетение нейронов вполне себе он сможет, и сможет развиваться как искусственный интеллект. Но, повторюсь, что все, и квантовая химия, и квантовая физика, это, скажем так, науки, которые осматриваются с точки зрения квантовой механики, а вот в квантовой механике я, к сожалению, не специалист. Это очень сложная, это очень интересная дисциплина, действительно, за которой будет будущее, но насколько скоро оно наступит в массовом, это тяжело сказать. — Ну, кстати, один из мировых лидеров в исследовании квантовых компьютеров, Андрис Амбонис, он живет в Латвии, как раз является сейчас признанным лидером в этом направлении. Здравствуйте, как вас зовут? — Здравствуйте. — Да, здравствуйте. — Меня зовут. Я все о простом не буду, о квантовой физике и еще о чем-то. Вот все про машины. А мне кажется, что пока что на данный момент будущее все-таки за гибридными двигателями. Ну, все-таки японцы впереди планеты идут. Спасибо. — Да, спасибо. — Спасибо за вопрос. Буквально как раз в разговорах об электромобилях, я думал о гибридных двигателях, сейчас это очень удобно, это очень стабильная система, которая позволяет сейчас путешествовать также на большое расстояние и иметь стабильные двигатели. Но в дальнейшем, возьмем какую-нибудь тенденцию развития лет 50-ти, может быть, 60-ти, не думаю, что, скажем так, топливо будет так же доступно и будет таким же, как ими видимого сейчас, топливо или двигатель возгорания. Мне кажется, что больше будет, может быть, будут гибридные двигатели, но большая часть, скажем так, в процентах этого двигателя будет отдано для электросоставляющей, а для топливной составляющей, наверное, совершенно другого вида, чем мы представляем себе сейчас, будет, соответственно, меньшая доля процентов этого двигателя. Но, тем не менее, если говорить здесь и сейчас, то гибридные двигатели, они очень и очень хороши, как на мой субъективный взгляд. Можно ли говорить о том, что сейчас химия стоит на пороге новой революции в плане создания соединений, веществ, или сейчас такое время стагнации? Вот как бы вы его оценили? Нельзя сейчас назвать временем стагнации. Возможно, пора великих открытий, каким был 20-й век, остался в 20-м веке. Сейчас же идет пора бешеного технического прогресса, где, наверное, каждый день совершаются какие-то маленькие, но значимые продвижения и открытия в лабораториях по всему миру, которые занимаются той или иной химической отраслью, химической промышленностью, которые в целом и в общем эти маленькие открытия, какая-нибудь статья, которая кому-то поможет дальше сделать какой-либо шаг вперед, они все в целом направлены на то, что сейчас мы семимильными шагами шагаем, извините за эту автологию, семимильными шагами идем вперед и развиваемся постоянно каждый день. Стагнации бы я это не назвал, я бы назвал этой эпохой таких невидимых открытий, такие, которые мы не видим или которые мы не понимаем, если мы прочитаем какую-то статью о том, как была разработана какая-то новая технология или протестировала что-то новое, для нас это ничего не значит, для мира великих открытий тоже, но тем не менее, вот эта маленькая технология позволит кому-то создать что-то на ее основе еще и еще и еще и еще, и так и совершаются технологические революции, которые сейчас постепенно идут. Но таблица Менделеева пополняется? Это уже что касается новых элементов, да, таблица Менделеева у нас в прогнозируемом будущем будет пополняться, и что самое интересное, все элементы, которые уже были открыты сейчас в Дубне, в Америке, в Японии, они все прогнозируемо точны, вот, точнее, все элементы, которые открыты, они такие же, как их прогнозировали. Сейчас уже существует 118 элементов, и как раз дальнейшие элементы, они будут воспроизводить таблицу Менделеева, если можно так сказать заново, то есть 119 уже, если не ошибаюсь, точнее, да, 119, он будет щелочным металлом, и дальше по возрастанию, и возможно, что период жизни этих нестабильных новых элементов, которые сейчас открываются, ведь последние элементы в таблице Менделеева, они же очень нестабильные, живут буквально, ну, наносекунды, совершенно маленькое количество времени, прежде чем распасться опять. И прогнозируется такое, что со временем, чем больше и дальше мы будем открывать, тем больше технологический прогресс позволит нам создавать новые элементы, тем дольше они будут жить. И таким образом позволит нам создавать сверхтяжелые элементы, сверхтяжелые металлы, которые будут обладать гипотетически сверхпроводниковыми свойствами, и, возможно, как раз-таки на их основе будут получаться новые аккумуляторы. Вот, где количество этого сверхпроводника нужно будет брать не несколько грамм, как сейчас в актуальных аккумуляторах кобальта, буквально несколько грамм кобальта на аккумулятор, а буквально миллиграммы на какую-нибудь огромную электрическую машину, чтобы ее зарядить. Возможно, это такие гипотетические, вольные фантазии, но то, что за новыми элементами будут стоять великие какие-то большие свершения и открытия технологического смысла, то это факт. Но когда это будет, это, возможно, лет 30 или 50 лет. Насколько перспективна в плане, опять же, создания таких энергетических устройств ядерная химия, потому что речь идет в том числе о ядерных батарейках, о которых задумывались в советское время, кстати, но, тем не менее, эта концепция не была реализована, потому что это может быть очень опасно. Но, тем не менее, в этом смысле ведутся определенные разработки? Честно говоря, я о каких-то конкретных разработках в этой области в последнее время не читал, но я уверен, что ведутся. Ведутся какой, скажем так, прогресс, я не знаю, но вводить эти же батарейки, которые основываются на ядерном распаде, на энергии ядерного распада, мне кажется, начнут в каких-то сначала лабораторных, а потом промышленных вещах, которые будут пока что недоступны простому обывателю, потому что если у нас батарейки в лес выкидывают самые обыкновенные, то если выкидывать батарейки или аккумуляторы на основе ядерного распада, то изогрязнений будет гораздо больше, чем мы имеем сейчас. На ваш взгляд, насколько велика проблема сегодня отравляющих веществ, в том числе боевых отравляющих веществ, потому что это тоже продукт работы химиков, ну и недавно относительно, в общем-то, весь мир обсуждал тему с новичком, боевым химическим отравляющим веществом. Вот на ваш взгляд, ответственность химиков за создание химического оружия, какова она? И должна ли она быть? Ну, знаете, здесь уже идет морально-этический вопрос создания химического оружия. Ведь многие ученые того времени, возьмем, скажем так, пик открытия разных химических отравляющих газов и производства разного химического оружия, это 20-й век. И многие ученые тогда были вынуждены работать под страхом ссылки или изгнания страны, или позора. Я думаю, вряд ли сейчас есть ученые, которые как гипотетический или мультяшный доктор-злок хочет создать великое плохое оружие массового уничтожения, вряд ли. Просто, мне кажется, в локальных масштабах история может быть та же, что ученые вынуждены что-то делать ради денег и так далее. Ну или, по крайней мере, тут же, возьмем хлор отравляющий. Ну, хлор сам себе как элемент отравляющий, он неприятный. Но когда открыли хлор, его и использовали, и используют совершенно в других мирных целях. Хлорка в бассейне, да, например? Ну, как минимум, да, если взять одно из таких. Но, тем не менее, можно использовать хлор как отравляющий газ. Это уже, как скажет, как разработчик, но с морально-технической точки зрения, мне кажется, ученых здесь винить нельзя никуда. Вопрос от наших радиослушателей в Фейсбуке. Как вы пришли к этой профессии, как вы стали химиком? Хороший вопрос, спасибо. Это было давно. Когда я закончил школу, я подумал, мне было достаточно мало лет, я был достаточно юный молодой человек, когда я закончил школу, и я подумал, я в своей жизни знаю нормально все предметы, но вот у меня провисает физика и химия. Я знаю, что они тесным-тесным образом связаны, и мне они так нравятся. И я за полгода подучил для сдачи экзаменов физику и химию, поступил в Российский химиотехнологический университет, и там уже выбрав, скажем так, свою специальность в технологии переработки полимеров и композитов, я очень сильно проникся этим и понял, что, в принципе, когда человек увлекается химией и физикой, и вообще какими-то естественно научными областями наук и стремится к познанию этого мира, то многие вещи станут понятны из того, что происходит вокруг. Это не обязательно касается моей специальности, это касается вообще всего, но таким образом, просто когда начал понимать и химию, и физику, я осознал, что вот именно за этими науками, во-первых, будущее, и понимание их позволяет расширить границы вообще понимания этого мира. — Эйнштейн иронично высказывался о математиках, в частности, говорил, что если бы математики занимались теорией относительности, он бы сам ничего в ней не понял. Вот не существует такого ироничного отношения химиков к физикам, физиков к химикам, ну и к математикам, наверное, тоже? — Ну, может быть, только в рамках шуток каких-то локальных, но, честно говоря, с моих субъективных зрениях, такого отношения нет и быть не должно, потому что что химия, что физика, что та же биология, царица математики — это все неразрывно связанные области наук, которые друг при друге существовать не могут, и какие-то шутки, и, возможно, это только локальные и необидные. — Но физику вы тоже преподаете, насколько я знаю. — Да, я был учителем физики. — Но при этом вы все-таки являетесь химиком. — Да, ну, я с детьми работаю уже достаточно давно в разных областях, и физики учил, и химию учил, на каких-то, скажем так, школьных азах, естественно, и в какой-то момент решил себе попробовать, и так получилось, что стал учителем физики, и это было здорово. Ну, то есть вообще учить детей — это прекрасно, и, как говорил, если не ошибаюсь, тот же Эйнштейн, что если ты не можешь объяснить свою дипломную работу школьнику, чтобы он ее понял, то значит ты ничего не понимаешь в своей области. — Но тяжело ребенка заинтересовать физикой и химией, потому что, ну, нередко, опять же, да и, в общем-то, наверное, у многих наших радиослушателей есть воспоминания о химии и физике свои, далеко не всегда это может быть интересно, потому что ребенку часто рассказывают очень сложные вещи, очень сложным языком, как я помню из школьного курса физики. — Да, так было, и сейчас делается акцент во многом на какое-то неформальное образование, когда та же физика и химия преподносятся через ряд экспериментов, например, или через какую-то призму, которая доступна ребенку. Не обязательно это скучные формулы или тезисы и теоремы. Вот, просто сейчас находит другие пути заинтересовать ребенка. Ведь пока ребенок не будет сам заинтересован в том, чтобы это изучать, заставлять его это учить бесполезно, и дальше будет только темный лес. И вот так вот раньше было, к сожалению, какая-то безинтересная, скажем так, для ребенка, с точки зрения ребенка, база, которая лишь усложнялась, и получался такой наращиваемый снежный ком безинтересности, и ребенок ходил, ну я не за всех говорю, я говорю за многих, кому не понравились какие-то технические или естественные науки, приходил к двойкам, тройкам и так далее, и общее впечатление оставалось, что прошло и ладно. А сейчас уже стремятся к тому, что через эксперименты, через интересные истории, через клевые презентации, через тот же шоу-формат или более динамичный мастер-класс и преподнести ребенку хотя бы какие-то азы, базу какую-то, чтобы дать толчок, чтобы ему самому было это интересно. Когда ребенку стоит это интересно, он уже сможет сам продвигаться в этой области и учить что-либо, естественно, если родители будут помогать и направлять его, что-то подсказывать, давать, ходить куда-нибудь. Ну что ж, спасибо вам большое, Александр Кочетков, российский химик и телеведущий, был с нами на прямой связи из Москвы по скайпу в программе «Абонент доступен». Спасибо, Александр. Спасибо вам. Спасибо вам. Всего доброго. Эфир провел Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. До свидания.